Доброе утро, день, вечер, ночь. Это подкаст-сэндвич, выпуск второй. Сегодня у меня в гостях, или я у них в гостях, тут уж как посмотреть, двое замечательных молодых людей. Это Данил Черкасов. Здрасте, здрасте. И Николай. Здравствуйте. Предпочел остаться и в комнате. Ладно, приступим. На самом деле, сегодня, поскольку у меня в гостях мужчины, это будет происходить нечасто, я хотела поговорить про какие-то половые штуки, в плане, например, какие-то непонимания, которые могут возникать у мужского населения, к феминизму, какие-то вопросы и так далее. Поэтому для начала мне хотелось бы, чтобы, во-первых, вы как-то представились, чуть про себя пару слов, просто чтобы люди понимали, что вы вообще за... Ребята такие замечательные, прекрасные. Вот. А во-вторых, чтобы вы, может быть, в паре предложений, может быть, и не в паре, обозначили свою позицию относительно феминизма, то есть какие-то, не знаю, подводные камни, плюс-минусы и так далее. Как вы к этому вообще всему относитесь, к этой движущей, к представительницам какого-то данного движения, ну и так далее и тому подобное. Вот. Данил? А, да я на самом деле думал, что наш это Николай, потому что я разольюсь сейчас, буду говорить очень много, вот, если Николай как-то коротко сейчас себе представит, я сумею что-нибудь оформить в голове. Если ты будешь говорить много, я тебя заткну. Ну, хорошо. Тогда давай я скажу сначала Николаю, чтобы у меня было больше шансов не затыкаться. Хорошо, ладно, давай. А, Николай? Да, я уже не могу делать то же самое, да? Нет, ты не можешь, больше стрелочка не поворачивается, да, мои господа? Я думаю, причём потому, что она поворачивается, это не, по крайней мере, реально. Да, да, я думаю. В общем, очевидно, очень тупо будет рассказывать, что-то про себя, когда ты занавился, поэтому я привык в твое число вопросов. Собственно. Короче. Про плюсы и минусы и всякие прочие штуки. Для меня. Для меня. Вот. Если говорить про современный феминизм, про третью руну, поскольку, типа, целесообразность предыдущих очевидна, и с этим вообще мало кто. Предыдущих вам феминизм это имеешь в виду? Очевидно. Вот. И с этим мало кто спорит, даже среди мужчин. Вот. Я поговорю про третью. Вот. Ну, начать можно с того, что... Ну, краснеет придется, я пока подхочу флаг. Ну, на самом деле, говорить о феминизме уже нет смысла, потому что об этом уже много. Чуть-чуть погромче можно, пожалуйста. Много всего сказано, вот. Но про третью волну говорить тоже особо не хочется, просто я могу как-то кратко описать ситуацию, которая сложилась сейчас, на мой взгляд, и описать свои отношения. Начатная следует с того, что я, в принципе, дифферентно вношусь к этому всякому неравноправию, поскольку сам с ним сталкиваюсь в свою жизнь достаточно редко. Или, может, просто не замечаю, как представитель более привилегированного сословия. Белый, гетеросексуальный мужчина. Да, что-то вроде этого. Что-то вроде этого. Я очень редко даже от знакомых девушек слышу историю о том, чтобы их куда-то не приняли на работу в связи с их полом. И очень часто сейчас даже сталкиваюсь с тем, что с их полом, что когда общаюсь с какими-то людьми, которые вынуждены вступать с другими людьми в какие-то деловые отношения, они, как правило, всегда помечают, что их дальнейшая позиция никакой образом не связана с полом, религиозными убеждениями и всеми остальными штуками. И человек, с которым не собираюсь сейчас общаться, что, на мой взгляд, тоже очень круто. Вот. То есть к фемизму я отношусь нейтрально, без исключения всяких там совсем оголтелых девиаций, когда меня просто нападают за то, что я мужчина на улице. Вот. Я считаю, что это не совсем правильно. Ну что, были такие истории? Да, были такие истории. Да, расскажи, пожалуйста. Я прямо сейчас даже могу вспомнить 16-й год. Я пошел в антикафе «Территория общения». Вот. И там, так случайно оказалось, была какая-то сходка феминисток. Вот. Феминистка их назвать трудно. На мой взгляд, это скорее какие-то амазонки-националистки, потому что они были большие, накачанные, с кучей татух, сными волосами и безумно агрессивные. Все такие были? Все такие были. У них напрочь вообще какое-то представление о личном пространстве, о чем-то таком. То есть я сижу, пью кофе, никого не трогают, ко мне подходят, начнут мне предъявлять за то, что я здесь сижу. Ну вот, то, что у них здесь... Ты серьезно сейчас? Меня, естественно, оттуда начали просить. Ну, я начал возмущаться, немножко ругаться, потом у меня заметили мои татуировки, начали хватать меня за руки, чтобы получше рассмотреть. Это меня уже как-то окончательно выбесило. И когда я спросил, вот, что, собственно, они делают, я получил такой очень интересный ответ. Это ты так говоришь, потому что я женщина? Ну вот, я пытался начать объяснить, что дело в том, что она просто поступает по-скотски, но в итоге она все это свела в половое неравенство и мое предубеждение против того, что она женщина. Это меня очень сильно смутило. И вот к таким женщинам у меня предубеждение, естественно, есть очень сильное. С адекватными феминистками я сталкивался достаточно часто. Я бы, честно, не сказал, что они как-то отличаются от женщин, которые не придерживаются фемистических идей и в целом в общении. Как бы, ну, если не трогать определенную тему, мне складывается ощущение, что это кто-то, кто может тебя оскорбить или задеть просто потому, что он проецирует на тебя возможность оскорбления. То есть здесь складывается такая ситуация, как обратный расизм, вот, когда черные шкварят белых за то, что они белые, грубо говоря. Да, я тебя поняла, я тебя услышала. Но смотри, ты мне сейчас описал больше, про феминизм как именно какую-то, ну, какую-то идеологию, которая придерживается более-менее конкретной личности. То есть здесь, ну, ты рассказал про какие-то, там, про какой-то случай девиантного поведения феминисток. Я говорила же скорее про саму, как бы, суть движения. То есть, ну, вообще, суть в том, что вы, как бы, я думаю, я надеюсь, ты не будешь отрицать, что, ну, вот ты говоришь, я не сталкивалась со с проявлением сексизма. Это буквально, жалко, что я не услышала предыдущий выпуск, мы там говорили про это, про то, что очень многие люди умные, они существуют в таком пространстве, которое они сами вокруг себя формируют, то есть свое окружение. И это окружение является для них, ну, условно, какой-то социальной зоной комфорта. И в этом окружении не происходит никаких вещей, которые выходили бы за рамки вот их представления о мире этих людей, иначе они не сформировали бы себе соответствующее окружение. И поэтому то, что, короче, вокруг тебя не происходит, ну, в близком кругу, никаких сексистских вещей, не значит, что и в мире их не происходит. Естественно, но это вообще можно развить на всех людей, что люди формируют себе какая-то тема мира, круг общения, которое мы устраиваем. Да, я и говорю про всех людей, говорю конкретно про тебя. Нет, ты просто говорил про умных. просто с умными людьми и так происходит на мой взгляд выражается сильнее гораздо потому что умные люди формируют вокруг себя умных людей широких взглядов тоже которым очевидно почему сексизм это неправильно почему расизм это неправильно и так далее я повторюсь более коротко сожму свою позицию что я считаю что вообще равенство это хорошо в том смысле если оно возможно есть допустим вещи которые мы не можем обойти в которых мы разные и мы разные это в принципе в этом нет ничего плохого но если дело касается каких-то социальных взаимоотношений то здесь физиология не должна быть каким-либо препятствием и чем-то что вынуждено ограничивать людей если это не касается определенных профессий хотя здесь тоже есть оговорки то есть можно рассмотреть к примеру ситуацию в Японии был очень интересный момент одна из делниц феминизма описывала в своей статье что феминизм у нас изначально заложен неравенство заложено у нас изначально в социальную структуру общества о том что грубо говоря многие инструменты они приспособлены для взрослых белых мужчин которые женщины в принципе взять не могут или им носить достаточно трудно так дело обстоит с пожарниками то есть в Японии к примеру где средний мужчина объективно меньше среднего европейского мужчины там в принципе зенитетическая европейская женщина вполне способна выполнять функцию пожарника потому что все сконструировано с расчетом на их комплекцию в Европе но в частности России подобного невозможно поэтому если говорить не про окружение а про какие-то более широкие вещи то неравенство оно изначально уже заложено в нашу культуру и бороться с ним идейно не представляется невозможным то есть здесь необходимо менять много таких корневых вещей как язык как социальные вещи ну и материальный мир в том числе поскольку в таком разе равенства невозможно если ты просто не можешь дотянуться до ручки ну допустим да но если двери конструируются так что женщина не может дотянуться до ручки почему мы не можем отстаивать свое право дотягиваться до ручки и как бы толкать идею производить двери где ручки будут находиться соответственно нашим возможностям нет я говорю что это и нужно делать просто если ну не все об этом задумываются то есть такие частности которые уже формируют наше поведение становятся какими-то паттернами то есть мы открываем двери придерживаемых просто потому что так принято мы идем рабы в пожарники просто потому что так принято а женщины они не справляются с работой и никто не говорит что это происходит потому что оборудование такое это происходит потому что женщина просто не может справиться то есть как правило очень трудно донести это, апеллирую именно к каким-то таким вещам, потому что материальная часть, она, как правило, в борьбе и идеи остается за рамками. Она не входит в сферу интереса. Ты, я очень красивый звучащий пассаж, но я упустила твой поинт. Короче, можно говорить про идеи и говорить о том, что идея и равенство это хорошо. Да, идея и равенство это хорошо, но проблема в том, что если ты не тыкаешь носом в именно те штуки, которые происходят, то... Я поняла, ты считаешь, что ныне такая ситуация, что с учетом определенных исторических факторов того, как формировалось наше общество и так далее, для тебя сейчас равенство является какой-то утопией. Нет, для меня равенство не является утопией. Антиутопией. Если мы говорим про абсолютное равенство, то его достичь невозможно. Если мы говорим про какие-то социальные моменты, тут есть, ну да, сложившиеся какие-то штуки, которые тяжело изменить. Даже мужчине трудно пробиться в некоторой определенной сфере. Ну да, людям в принципе бывает сложно делать некоторые вещи. Как бы смотри, здесь какая история. Я просто не очень понимаю, я поняла твою позицию, я не очень понимаю. Единственное, что почему ты считаешь, что если уже что-то сложилось, какой-то уклад, то почему его нельзя менять? Нет, почему его можно менять? Просто это не может произойти сиюминутно. Сиюминутно никто и пытается это сделать. В общем, плане, мне кажется, что очень много из тех женщин, которые за феминизм, они как правило, ну в основном это либо работа на местах, грубо говоря, то есть ты пытаешься как-то что-то изменить в своем окружении, но когда ты находишь окружение, которое в принципе удовлетворяет твоей картине мира и равенства, ты в принципе как-то об этом забываешь, и тебе это не нужно. Вот. А бороться глобально очень трудно, если ты не можешь сформировать какой-то кружок людей, которые тоже этим и забочны. Но тут возникает та проблема, что ты формируешь этот кружок людей, он в принципе вместе комфортно, и это, как правило, может забываться. Нет, ты не прав. Я, например, смотри, я, как бы, вы являетесь моими друзьями, то есть моим окружением прямым. Соответственно, мне с вами комфортно, как бы, даже с учетом того, что, в принципе, мою позицию относительно феминизма, там, и прав, и прав, женщина, и так далее, и так далее, разделяет полноценно, я думаю, только Николай. Ну, то есть, как бы, и ты, ты с оговорками, как бы, понятно, там, есть еще другие люди, про которых мы не будем говорить, упоминать их имен и фамилии, которые считают, что всех женщин нужно убить. Это шутка, естественно, они так не считают, просто действительно у нас так сформировалось, что много шуток про это. В общем, есть люди, которые не разделяют позицию феминизма, считают, что это бесполезно, и так далее, и так далее. И происходит следующее, то есть, я с вами дружу, мы просто не говорим на эти темы, потому что я не считаю, ну, что если я буду постоянно доебываться и навязывать свою позицию, и постоянно дискутировать, и заебывать человека своим постоянными попытками как-то его переубедить, конечно, нужно спорить, но только человек сам хочет спорить, если он открыт к диалогу, если он не готов это делать, то это просто навязывание, и это, наоборот, будет только укоренять стереотипы о том, что феминистки какие-то неправильные. Вот. И смотри, но при этом я состою в феминистическом активистском движении, и делаю вещи для феминизма какие-то, для них в частности. Вот. И это, ну, тоже является частью движения, которая, как бы, ну, борется. А ты утверждаешь, что если ты даже формируешь вокруг себя людей, которые разделяют твои идеалы, то вам комфортно, и вы все равно не хотите идти бороться. А можешь тогда поподробнее рассказать о вашей деятельности, то есть, что вы делаете? Мне просто интересно, как это строится. Про ячейку? Да, я же далек от этого, поэтому... Да, ну, давай про это коротенько, потому что подкаст не про это, быстренько так... Ну, просто, чтобы я был в курсе и... Ну, да, да, хорошо. Ну, смотри, как бы, наши конкретные... То есть, существует много разных феминистических ячейок, а конкретно наша ячейка, ну, наша, так сказать, как это... Я почему-то хотела сказать слово «сборище». Не спорище, что? Комун. Комун, да. Комун, да, это совсем странно. В общем, наша конкретная организация, она на самом деле выступает за объединение, в первую очередь, всех прочих организаций феминистических, которых очень много, потому что сейчас, ну, внутри сообщества сложилась такая проблема, что, как бы, каждый... Все, кто формирует какую-то группу, они хотят иметь свой какой-то бренд и делать свои штуки. И очень... Ну, в общем, все очень... Мы, короче, разразменны сильно. И конкретно наша организация ставит свои цели, типа, как можно плотнее, не знаю, связать все вот эти вот... Ну, в общем, более плотное сотрудничество наладить между всеми существующими феминистическими организациями. Делаем очень разные вещи. У нас много девушек состоит в... Да, наверное, мужчины у нас есть, я даже не уверена в этом. Довольно много людей, и все делают что-то свое. Я вот делаю подкаст. Делаю для них какие-то ролики, может быть, иногда. Это в Питере, в Москве. Тоже есть люди, которые этим всем занимаются, проводятся лекции, ну, просто просветительские. А, то есть это культ просвета, хождение в ногу такое. Это просвет, да. Просветительская, это тоже, в общем, очень сильная наша тема. Ну, как бы, и я, в общем, на самом деле не считаю, что этот подкаст, он важен исключительно для моей ячейки, в которой конкретно я состою. Я сты, потому что я разделяю идеалы конкретных вот этих людей больше чуть-чуть, чем других организаций. Потому что она все-таки активистская. А бывают и не такие. Бывают просто, которые там проводят лекции, там практикумы, и, в принципе, никуда не ходят особенно. Ну, и, соответственно, я это делаю, в первую очередь, как бы для людей, в принципе. То есть мне ничто не мешало бы этим заниматься, не находясь в данном сообществе. Вот, просто я получаю, как бы, поддержку от людей, которые в нем тоже состоят. Мне помогают с подкастом, помогают с тем, чтобы, ну, вот, ролик этот лежал там, и, как бы, где уже есть какой-то канал, на котором какое-то количество подписчиков и так далее. Вот, то есть это не совсем с нуля. Вот, в этом, как бы, суть. Вы просто говорите с людьми, распространяете это все, чтобы как можно больше людей узнало о ваших идеях. Стараемся. Не конкретно о наших, а вообще об идеях феминизма, потому что все-таки в России с феминизмом дела обстоят не очень хорошо, особенно в южных регионах. Вот мы с Яной про это говорили в прошлый раз чуть-чуть, и где-то, наверное, третий или четвертый выпуск у нас будет вообще целиком про южные регионы и ситуацию там, вот, как бы, про Кавказ и прочее, и прилежащее, где совсем все печально. Но даже у нас, как бы, сексизм – это очень такая явная общественная проблема. Это прям, ну, не шутка, существует. То есть, ну, ты же понимаешь, что равноправие, оно не только про то, как иметь одну работу, получать одну зарплату. Естественно. Существуют прецеденты, когда из-за того, что люди воспринимают женщин немного иначе, чем мужчин, ну, то есть, они относятся к ним иначе, как бы, нам еще надо оговориться. Вот здесь есть такая история вот про пресловутую объективацию, да? То есть, типа, вот, из... Это, наверное, одна из таких самых неприятных, наверное, тем для людей, которые плохо разбираются в теме. То есть, ну, объективация. Типа, они считают там, что... Ладно, мне очень важно, что они считают. Это я в смысле забиваюсь немножечко. Объективация, например, в том смысле, что я, например, вот... Там некоторые женщины не могут почувствовать себя комфортно в каких-то условиях. То есть, например, мне страшно идти к гинекологу-мужчине, потому что я знаю истории, когда женщины подвергались насилию в такой обстановке. То есть, ты находишься в уязвимой позиции перед врачом, и он, соответственно, волен как бы условно. Не волен, конечно же, нет. Он может теоретически сделать с тобой практически что угодно, покуда ты в этой уязвимой позиции. И это... То есть, конечно, я могу, типа, встать, там, пнуть его ногой, например, да, если такое что-то происходит. Но не все могут это сделать. В том-то и дело. То есть, здесь во многом, на самом деле, финизм направлено в том числе на то, чтобы у женщин как-то искоренять изнутри вот эту позицию жертвы, позицию, что они подавляемы, что они находятся... Что они уязвимы. Женщина должна чувствовать, понимать, что у них есть право что... Какое-то делать, ну, что-либо. То есть, не знаю. Это про внутреннее ощущение женщин в большей, мне кажется, степени, чем про, может быть, даже отношение мужчин к этому. Ну, для меня это так, по крайней мере. Но это внутреннее ощущение уже не может возникнуть, если у тебя есть обстоятельства, в которых ты постоянно должен себя чувствовать жертвой. Почему должен? Ну, то есть, ты сам строишь свою жизнь. Если ты ставишь себя постоянно в обстоятельства, постоянно подальше ситуации, где ты выступаешь в роли жертвы, значит, что-то у тебя не так с твоим внутренним самоощущением и пониманием того, как вообще, ну, надо строить свою жизнь. Вот. То есть, ну, когда, понимаешь, когда, допустим, ты женщина, ты не уверена... Ну, тебя подавляли с детства. Ты не уверена, что ты вообще имеешь право на жизнь. Вот. То есть, ну, в нормальную. Допустим, тебе с детства говорили, что, типа, ты там... Не ты, тёлка, ты тупая. Например, тебе... Ну, там, раз в неделю батя приходил и говорил, вот, ты в математике ничего не понимаешь, вот, ты тупая, вот, а у тебя брат, типа, вон какой, пятёрку за четверть получил. И вот эти вот штуки, когда они происходят систематически, они очень сильно влияют на твоё отношение, я думаю, это не нужно объяснять, к миру, к себе и к людям, когда ты вырастаешь. Просто я не совсем понимаю, о чём есть феминизм, если это, в принципе, можно развить на всех людей. Это можно развить на всех людей, но я уже говорила, почему это феминистическая история, потому что она касается женщин. Это специфическая проблема того, как формируются именно женщины, потому что женщины социально находятся вот в этой самой позиции сейчас. Они, именно этот класс угнетается массово по тем историческим и прочим социальным причинам, которые ты называл. Ты говорил, что существует, типа, определённый уклад вещей, который сформировался исторически. Так вот, исторически сформировался патриархат. И из этого патриархата и его отголосков очень сложно вылезти. И существует, типа, множество стереотипов именно женщин. И этим занимается феминизм. О, Николай, здравствуйте. Я ждал, пока случится какая-то пауза. В общем, я попытаюсь объяснить Данилу то, что ты ему не объяснила в процессе разговора, потому что, ну, вот, Данил, ты сказал такую штуку, что, типа, эти проблемы можно перенести на всех. Да, логично. Ну, типа, в принципе, это, как бы, если подумать, то верно. А если ещё подумать, то это не очень верно, потому что, ну, как бы, проблем у... Возможно, на вид одних и тех же бывает разный источник, если так можно сказать. Вот. И, собственно, феминизм, он же занимается проблемами, которые, вот, основаны, как уже Слава сказала, очень грубо говоря, на патриархате. Если говорить более конкретно, то на, ну, очень, так, типа, абстрактно выражаясь, стереотипах о том, каким должен быть мужчина и какой должна быть женщина, собственно. Ну, типа, из чего вообще, ну, фактически с чем, вот, ну, как бы, не то чтобы для меня, с чем, вот, ну, как я вообще понимаю текущее положение вещей и, в первую очередь, борется феминизмом. То есть, есть тут гендерные стереотипы, из которых фактически идут все проблемы. То есть, ну, типа, абстрактный пример, который я хотел упомянуть, ну, и вот сейчас, типа, подходит как раз он. То есть, вот идет, да, девушка, да, по улице, и, может быть, неважно, насколько она там, в общем, и она трансферирует какое-то не очень обычное поведение. Вот, как бы, собственно, в примере жизни она сидела на подоконнике каком-то и курила. И проходит мимо женщина, то есть это даже не мужчина, что, как бы, очень важно на самом деле жить для примера и говорить «Вот, шалава курит, типа, на подоконнике, что-то такое». Ну, короче, не очень адекватная штука, которая, собственно, ну, как бы, если подумать, строится из того, что вот есть стереотип, что девочка должна быть такой-то, такой-то, а вот эта девочка, какая-то другая. И это, типа... Значит, она неправильная. Вот, и это совершенно неприкольно для них. Вот, и, собственно, типа, вот с такого рода вещами, неважно, кем они транслируются, мужчины или женщины, опять же, что, ну, типа, важно, и что я пытался показать примером, вот с чем оно, ну, типа, он феминизм и борется. И не очень в тему, но я хотел сказать тоже одну очень важную штуку. Когда вот вы говорили про окружение, вообще, я бы поспорил с тем, что окружение вообще полностью разделяет твои позиции и всё такое, о чём как раз ты говорила, потому что, как, опять же, ты после этого говорила, Слава, вдвоём, как бы, окружение, как и в моём, соответственно, потому что это одно и то же, далеко не все разделяют эту позицию. И, скорее, вопрос в том, что вы в своём окружении существуете комфортно, потому что у вас в этом комфортное отношение, ну, в этом окружении. И если вы понимаете, что есть какая-то тема, в которой у вас там очень сильно разделяются взгляды, вы их просто, ну, как-то заминаете, если вы не готовы об этом спорить и так далее. И получается, что в своём окружении работать над этим, ну, не получается, потому что, ну, если кто-то не готов к диалогу по вообще совершенно разным причинам, ну, то ты ничего не можешь изменить, потому что хочешь там сохранить отношения, то все, пятое и десятое, не все это важно. Вот, поэтому как бы изменить окружение ты не можешь, и вот что-то другое, как ты говорил, да не изменить не можешь, и поэтому возвращаясь к тому, что ты сказал, получается, что, ну, вообще ничего ты поменять не можешь, а это, ну, тоже не очень правильно. Я могу понять, ну, такую вещь, что как бы не каждый человек готов заниматься активистской деятельностью, я это прекрасно понимаю, то есть я, как бы, сам разделяю совершенно разные взгляды, но, типа, как бы я не активист при этом, ни в одном, наверное, из них, вот этих вот, ну, так можно сказать, если так можно сказать, либеральных взглядов, но, как бы, я их все равно придерживаюсь, и, как бы, то, что человек... Секунду. То, что человек их разделяет, но, как бы, не занимается активизмом, не как-то, не должно, скажем так, просто, возможно, мне показалось, но не должно как-то в твоих глазах, что ли, принижать это, возможно, мне показалось, что ты это сделал, но если это было так, то... Да, тебе, скорее всего, показалось. Да, да, но, типа, тем не менее, поинт в этом. Вот, и возвращаясь, опять же, к гендерным стереотипам, собственно, основная, вот, типа, то, с чем борется феминизм, это проблемы людей, и не только женщин, но мы говорим о женщинах, наоборот, которые, вот, собственно, проистекают вот этих гендерных стереотипов. Которые стали жертвой стереотипов. Ну, как бы, жертвой стереотипов не очень правильно, по-моему, звучит, потому что они не стали жертвой стереотипов, вот, как конкретно они, и вот есть стереотипы, они сформировали общество, и, скорее, раз уж, да ёп, докапываться, они стали жертвами общества. Ну, типа, ну, это важное просто уточнение для меня лично, потому что это не стереотип кого-то угнетает, ну, а общество угнетает само себя, если так, типа, вернется. Нет, вообще, я хотел понять, чем занимаются сейчас активисты, и те, кто занимаются активистской деятельностью, соответственно, потому что для меня этот вопрос был несколько замылен и неясен, потому что я сам не включён, не увлечён вот в это поле, и я просто не знаю, что они делают, скажем так, и поэтому мне очень трудно как-то рассуждать и говорить об этом, потому что я не понимаю, чем занимаются современные активисты, и не знаю об этом просто, потому что это не входит в сферу моих интересов и в мой дискурс. Вот и всё. Сейчас я хотел уточнить, чтобы просто иметь возможность как-то поучаствовать здесь более активно, потому что свою позицию я уже высказал. Ну, если коротенечко, да, то, я думаю, ты понял, в чём суть, в том, что существует дискриминация, с которой мы призваны бороться и просвещать людей. Это самое важное. Ну, просто я, собственно, вот опять же, к чему говорил про активизм, вот ещё одну я вспомнила, то есть, как бы, дискуссия сейчас, если я, конечно, правильно понял, в чём суть дискуссия, всё-таки не про активизм и про то, что он делает, а про саму проблему. Да. То есть, как бы, мы обсуждаем проблему, мы не говорим, что с ней делать, ну, мы не обсуждаем это. То есть, как бы, для начала нужно понять, что проблема есть, и понять, в чём она состоит. Ну, в этом всё-таки цель, как я понимаю. Да, да. Поэтому ты, как мне кажется, немножко не туда вопрос. Нет, я просто хотел уточнить именно для себя, раз уж выделась такая возможность поговорить об этом, почему бы не узнать об этом. Ну, ты понял ответ на тренинг? Да, 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 спасибо. Да нет, за что. Ну, собственно, как бы, что я хотела обсудить, мы, это всё было вводное, полчаса, а что я хотела обсудить, так это, скажем, какие, вот, допустим, у тебя есть, ну, в общем, наверное, мы все формируем какие-то ожидания, так, неважно, насколько мы умны, развитые, может быть, мы тупые, или нет, всё равно мы формируем какие-то ожидания от тех или иных вещей. То есть, когда мы видим какого-то человека, всё равно на подсознательном уровне мы, ну, что-то от него ожидаем, допустим. Что, например, поздоровается с нами, если, как бы, это новый человек. Или ещё какую-то историю. Ну, вариантов, в общем, масса. Я хотела бы поговорить именно про ожидания и стереотипы. То есть, например, вот у тебя, Данил, с тобой, Коля, я тоже про это поговорю. Да, ну, в общем, здесь на самом деле мне интереснее про Данила, потому что, ну, всё-таки наши с ним разность в позициях формирует какой-никакой конфликт. Вот. Мне интересно, существуют ли у тебя какие-то, вот, если так, по-честному, стереотипы относительно феминизма. То есть, когда ты видишь женщину и понимаешь, что она феминизма, неважно. В какую сторону ты бежишь? Ну, то есть, неважно, каких взглядов там, радикальных, нерадикальных, либеральных и так далее. Можно. Просто феминистка, нет, ну, допустим, он про это не знает. Ну, во-первых, какое ожидание ты формируешь от неё? Я не смогу промаркировать человека феминистом или нет, если он это не заявит прямо или это не будет как-то заметно по символике. Я приведу там свою знакомую, я сама её ещё плохо знаю, она не моя подруга, она феминистка. Как ты к этому отнесёшься? Это будет зависеть от многих факторов. Если рядом, допустим, есть, ну, и моё настроение, соответственно, если мне будет весело, то я попытаюсь как-то найти болевые точки и попытаться сделать так, чтобы мне было смешно. Возможно, это очень козлино и маскулинно, но... Как правило, когда я сталкиваюсь с феминистками, которые это открыто декларируют, и с которыми можно поговорить, рано или поздно это всё выливается в очень курьёзные, смешные вещи. То есть ты их стебёшь? Нет, они сами довели возможность это сделать. Ну, например, приведи к примеру. Ну, вот да, я был в школе русского репортера, там у нас была одна замечательная женщина, очень умный антрополог, но она была феминисткой, и в какой-то момент она сказала очень такую интересную штуку, когда речь зашла про властное разделение, она сказала, что... Про что речь зашла? Про разделение, грубо говоря, роль мужчин во всяких властных структурах и государственных органов она сказала, что очень странно, что в парламенте мужчины и женщины представлены не поровну. Это меня очень сильно удивило, потому что мне кажется, что тут в первую очередь идёт речь о личностных качествах и твоей способности управлять, а не о том, как бы женщина ты или мужчина, и грубо говоря, если там делить всё по половому признаку и давать квоты не по твоим навыкам, компетенциям, а по полу, это достаточно нелепо, о чём я пытался и сказать, на что получил логичный ответ, что, блядь, ну ты мужик просто, ты не понимаешь этого, вот. И когда я слушаю такой ответ, мне всегда становится смешно, потому что я в этом смысле вижу, когда семенизм не как какую-то попытку к диалогу, к просто предоставлению своих идей, с которыми должны бы согласиться, либо нет, а в остальных случаях тебя просто исключают из этого поля. То же самое было, когда я пытался там пообщаться на различных фемистических группах или пабликах, там искать свой позиционный вопрос, если он расходился с мнением модераторов, то всё это как-то пресекалось, причём зачастую достаточно жёстко и адекватных ответов я не получал, поэтому, когда человек себя маркирует как феминист, или феминист, или феминистку, профи-минист, то в таком момент я всегда стараюсь выяснить, насколько он радикален в своих взглядах и насколько он открыл диалогу. Если он диалогу не открыт, то, естественно, я буду бежать от него в сторону противоположную. Да, хорошо. Я поняла тебя. Ну, то есть ты, я думаю, что не совру, если скажу, что тебя в любом случае это не очень будет интересовать. В вторую очередь будешь быть интересован в общении непосредственность с человеком, чем дискутировать с ним о феминистке. Ну, да, естественно. Потому что, ну, тут можно взять, вот если, допустим, какие-нибудь футбольные фанаты, как бы, простой пример, ты идешь, я тебе подходит, что я говорю, я болею за Спартак. Такой, ну, окей, круто, а дальше что? Спартак чемпион. Ты говоришь, ну, да, хорошо. Он такой, ты не заглазен, что ли? Ты говоришь, потому что тебя не интересует футбол, ну, ты просто дебил, блядь, мне не надо тебя пиздить за это. Ну, прошу прощения, я за сценную лексику, неприятно и не очень комфортно вообще, потому что ты шел на диалог, а тебе этого диалога не дали, собственно говоря, тебе вместо этого дали поебалово. Это не очень приятно. Поэтому в данном случае я не делаю каких-то развлечений, разграничений между феминистами, футбольными фанатами, людьми другого, либо социальной, политической принадлежности, которые ставят свои идеи выше, чем диалога и возможность это обсудить. Ну, то есть, правильно ли я сейчас тебя услышала, что, в принципе, твой главный стереотип заключается в том, что это достаточно агрессивные люди. Нет, я не хотел этого сказать. Ну, это, ты не говорил этого напрямую, но это как-то проследилось. То есть, ты рассказал о своих попытках как-то разобраться в вопросе и как бы сказал, что люди с той стороны были не очень готовы. Я говорю про свой опыт. Может быть, мне просто попадались неправильные феминисты, которые делают неправильный мед. Я как бы... Ну, это тоже, понимаешь, такой, это просто вот этот очень интересный момент, за который я хочу зацепиться, что-то рассказал о попытке все-таки как-то понять, в чем, как бы, суть, да? То есть, ты говоришь, что, там, задавал вопросы на каких-то феминистических, там, форумах и пабликах и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, как бы не получал адекватных ответов и после этого бросил какие-то попытки. Не то, чтобы бросил, просто я теперь считаю, что если уж об этом зашла речь, то я выскажу свою позицию. Если речь об этом не заходит, то я не буду интересоваться, потому что я не могу знать, насколько человек радикален в своих убеждениях и насколько человек открыто готов к диалогу. Поэтому я считаю, что если у меня человек захочет, что он выберу скайп про феминизм, или захочет, что он поговорит про феминизм, когда вышло с тобой, то я приду и с радостью поговорю. Но если эта тема не возникла, то меня самого это интересовать будет не в той степени, чтобы я мог начать об этом диалоге. Да, хорошо, я поняла. Давай, смотри, я тебе, сейчас я отвечу тебе на твою позицию двумя пунктами, а потом мы спросим Николая. Смотри, первый пункт, что на самом деле существует очень много разных видов феминизма, их больше, чем либеральный и радикальный. На самом-то деле, я сама недавно про это узнала. То есть существует феминистки очень разных взглядов, очень разных, активистских, неактивистских, есть агрессивные, как и люди, в принципе. И здесь не стоит думать, что, короче, вот какой-то, что феминизм, он сам по себе что-то в человеке детерминирует. То есть это по факту просто набор его взглядов, которые, да, могут быть радикальными, действительно, и это может кого-то отпугивать. И внутри сообщества феминистического на самом деле очень много конфликтов на этой почве. Из-за того, что мы понимаем, что мы все, в принципе, заодно и тоже в общих чертах, но, типа, некоторым очень сложно воспринимать, ну, и принимать позицию других феминисток. То есть даже между феминистками здесь существует конфликт, я уже не говорю про отношения феминистического сообщества, вот, там, одного взгляда, допустим, феминического сообщества, одних взглядов и внешним миром, которые, ну, людьми, например, типа тебя, которые на этой теме никак не завязаны. Ну, это первый момент. Вот. То есть есть, да, действительно, есть, как бы, агрессивные феминистки, которые считают, что мужчин нужно сжигать на кострах из коней. Вот. Агрессивные люди, как есть, в принципе, то есть, любой человек в любой сфере может придерживаться радикальных взглядов. Говорим мы про политику или про социальные какие-то штуки или про что угодно. Вот. Соответственно, это первый момент. Второй момент заключается в том... Так, погоди, про что ты говорил? Я забыла, какой был второй момент. Ну, если совсем кратко, я сказал, что если я вижу феминистку, если вот оттолкаться твои вопросы... А, да, про агрессивные чеки. Окей, ладно. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Да, собственно, на самом деле, действительно, так, не все, скажем так, снисходительно относятся к людям, которые не шарят. И когда, понимаешь, вы там обсуждаёте какие-то сложные проблемы и ты просто уже, ну, много было таких президентов, когда ты объяснял всё на пальцах. Ну, как у нас, например, было с Буториным. То есть, ну, это я-то как бы открыта к диалогу. Я запалила его. Ну, в общем, как у нас было, собственно, с Буториным. Когда мы дискутировали на тему как раз-таки феминизма и зачем он нужен, вот та позиция, которую он транслировал, она... Это позиция человека, который даже не пытался разобраться. То есть, он... И это спор с человеком, который... Человеку, который там, худо-бедно шарит и человеку, который не шарит от слова совсем. То есть, он вообще не в материале. И в такой ситуации не все как бы готовы снисходительно к этому отнестись, к этому незнанию и что-то объяснять на пальцах. Большинство как бы, ну да, реагирует на это агрессивно, потому что это происходило ну до хера раз. И частенько, когда это какой-то, допустим, паблик, где... Ну такое, худо-бедно закрытое комьюнити, не просветительское. Да, кто-то приходит, что там действительно может оказаться какое-то агрессивное модераторство, что касается именно феминизма, потому что... Ну, в общем, да, действительно, есть какие-то провокационные вещи и так далее, и так далее. Потому что, на самом деле, существует сейчас такая повестка, что, короче, женщины очень заебаны тем, что происходит вокруг них, вот, именно в России. Нам, ну типа, тяжело бывает очень жить. И ты начинаешь обращать на это внимание, ну, как бы, когда ты просвещаешься и понимаешь, что такое, как бы, личностные твои права, и замечаешь, сколько вокруг тебя и всегда было этого пресловутого создания стереотипов, каких-то правильных образов же девочки, женщины, которая должна якобы быть, а не ты, ну и прочее, и прочее. Ты просто охуеваешь. Ну просто, на мой взгляд, это похоже на какое-то странное двумыслие и скопизм, когда ты говоришь, что в мире есть проблемы, которые должны начать преимущественно меминизму, но при этом ты создаешь свои закрытые сообщества, в которых все внешние контакты просто отсекаются напрочь, и вы сидите там комфортно. Они не отсекаются. Я говорю, я говорю, исходя из своего опыта. Нет, тут я вообще, на самом деле, соглашусь с Данилом, потому что, ну вот, как бы, не буду делать, типа, выводов, почему так получилось, но, как бы, неспроста же существует огромное количество всяких, типа, там, чуваков-здвача, которые, типа, просто делают рейды на феминистической паблике и ловят лу-л-зы. Вот, короче, типа, ну, есть такая проблема, как минимум, какого-то ряда, типа, типа, в этом смысле, уязвимых сообществ, которые действительно такие. Это правда, с этим, ну, сложно спорить. Да. Ну, и у этого, как бы, наверняка, есть предпосылки, как минимум, хотя бы из-за того, что, очевидно, феминист в России, это довольно молодая вещь, а когда вещь молодая, она, соответственно, неопытная. Когда она неопытная, она, ну, типа, совершает большое количество ошибок. Ну, это тоже, это тоже, как бы, имеет право на жизнь, такая позиция. Я с этим тоже, ну, на самом деле, наверное, спорить не стану. Не всколыхнулось во мне ничего в ответ на твой пассаж. В общем, да, действительно, есть такая история про, как бы, агрессию закрытых сообществ. Я думаю, что здесь еще, как бы, играет роль следующая. То есть, ну, например, есть, как бы, у нас условно, какие-то клубы по интересам. По любым интересам. Типа, там вот есть у нас оппозиционеры-либералы и так далее. И прочие люди, там, не знаю, есть кружок космодесантников, короче, каких-то и так далее. И, короче, вот эти вот разные, ну, объединения, люди, которые придерживаются каких-то одних интересов, они, ну, как бы, так вот, человек существует социально, мы забываем все типы в группы, чтобы обсуждать это, чтобы это поддерживать друг друга, там, и так далее. Потому что мы все делим какой-то один и тот же опыт в переживании своих вот, ну, интересов. Это то, чем мы интересуемся. Это, думаю, пояснять не надо. Тут понятно все, что к чему. Я уже пояснила, это во-первых. Во-вторых, и здесь с феминизм такая история, что конкретно данное вот объединение, которое, ну, в принципе, просто, мы можем сказать, что феминизм за права женщин и равенство. Оно включает в себя людей максимально разной внутренней конституции и строения, ну, психики просто. Это очень разные люди. Они могут быть молодыми, старыми, не знаю, больными, здоровыми, агрессивными, спокойными, вялыми, какими угодно абсолютно, потому что это очень общая, абстрактная практически вещь права и равенства. То есть, это такая штука, в которой нету какого-то паттерна того, как выглядят все эти люди и как они себя ведут и каких взглядов они придерживаются. Это очень разношерстная комьюнити. Из-за этого, да, действительно можно сталкиваться с подобными вещами, как агрессия, как неадекватные отношения и так далее, и так далее. А можно сталкиваться и с совершенно противоположным отношением. Но здесь, я считаю, работа – это ошибка выжившего. Когда ты сталкиваешься с агрессивным поведением феминисток и знаешь только эти случаи, потому что феминистки, которые адекватных взглядов и более тихие, адекватных, я прошу прощения, я имею в виду более либеральных. Простите, пожалуйста, это уже, да, я тут транслирую свои позиции, наверное, этого не стоит делать. В смысле? Ну, более… более… Ну, более… Да подожди, нет, я имею в виду относительно, потому что, но все-таки слушатели разные, как бы не стоит кого-то принижать, просто потому что не придерживаются каких-то взглядов. Мы про это, собственно, и пытаемся сказать. Вот. Это, считаю, оговорочка. В общем, просто более тихие либеральные феминистки, например, они не реагируют с этой самой агрессии, они увидят твой комментарий и они его проскролят мимо, ничего на него не ответят. Потому что они сами по себе такие, это их вот поле, а агрессивные ответят. И ты, соответственно, не знаешь про случаи проявления, как бы, ну, более открытого отношения к себе, как человек, который, допустим, не разбирается, и к своим вопросам, более лояльного, потому что ты встречаешься только с агрессией, которая, как бы, имеет такое свойство, как выплескиваться и забивать эфир и быть везде. Не, ну, тут логично, наверное, следует еще сказать, что если бы я действительно этим интересовался и всерьез, я бы сходил на те места, где дают лекции, где комьюнити, в принципе, готово к диалогу, обсуждается. Но я решил как-то посмотреть именно на жизненных сообществ, вот, и увиденное мне не совсем понравилось, поскольку здесь, как я уже говорил, налицо конфликт этой открытости и, собственно, какой-то вот системы, в которой ты не можешь быть допущен до обсуждения, потому что ты не принадлежишь к сообществу, маркируешься, как что-то вот такое уебищное. Это не очень хорошо. За мат извините. За мат извините. В общем, ну, понимаешь, на самом деле сообщество в каком-нибудь контактике это действительно не очень хороший пример, потому что бывает действительно полезно прийти и посмотреть, как вообще эти люди выглядят и как они общаются. Ну, то есть, например, в Анальде, я состою, или, допустим, Ребра Евы в Питере, на их лекции и сходки приходит довольно большое количество молодых людей, мужчин, и они слушают, их никто не прогоняет за то, что они какие-то не такие, неправильные и так далее, что они мужчины. Никто не запрещает им этим интересоваться. И это нормально совершенно. Приходят люди, которые не разбираются, и мы стараемся им тоже как-то, с ними тоже вести диалог. Это, ну, это, ну, совершенно. Я думаю, что просто сообщества, они, ну, действительно формируют более закрытая комьюнити, плюс, на самом деле, это могла быть специфика какого-то данного конкретного сообщества, которое ты бы выбрал. Просто, может быть, типа, не очень верно, потому что они очень разные, они бывают разных размеров и обсуждают там разные повестки. Например, типа, существует феминистическое сообщество, которое посвящено исключительно правам на аборт и проблемам вообще абортов и гинекологии в целом в России. И там постят статьи и прочие штуки только на эту тему. И там, да, действительно, мужчины не очень как-то, ну, не то, что приветствуются, просто частенько можно видеть, что человек задает какой-то, ну, профанский вопрос, мужчина, а его гнобят в комментариях за это, потому что его это якобы не касается. Я тоже, я не считаю, что это правильно, я считаю, что человек интересуется, то ему нужно просветить, потому что подобная реакция, она как раз-таки формирует стереотипы об агрессии чрезмерной. Ну, тут как бы, что поделать, действительно, пока нету никакого единого понимания у феминисток вот таких вот вещей. Все очень сильно персонализируют это и как бы проецируют на себя и вот эту свою внутреннюю агрессию, которая у них есть от такой жизни непростой, изливают на конкретных людей, не очень понимая, что они этим отпугивают народ. Вот, так происходит. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. Ну, это как раз плохо, это то, что я говорил про недостаток опыта. Ну, да, да, и нужно как бы, определенно нужно больше времени. Ну, как бы, как я уже сказала в самом начале, мы не планируем менять мир прямо сейчас. Это долгая работа, которая должна вестись как бы всеми нами, теми, кто как бы придерживается подобных взглядов на протяжении длительного времени и надеяться, что это к чему-то приведет. Вот, что я хотела тебе сказать. Аминь. 78. Что расскажешь, Николай, ты? Какие-нибудь, не знаю, вот про стереотипы, про ожидания, есть ли у тебя что-то подобное? Ну, вообще, как-то сложно, честно говоря, ответить на этот вопрос. Я начну с того, что наверняка, ну, типа, есть, скажем так, стереотипы, которые транслируются, типа, к обществу, не очень вообще подходящий слово, но я использую его. Ну, то есть, всякие, типа, там, шутки или не шутки, например, про, типа, радикальный феминизм и тому подобные вещи, которые, ну, такими являются, что ли, ну, не то чтобы животорепещущими, скорее, вот, ну, непонятными, неважно, потому что это просто какое-то крайнее проявление или потому что это непонятное, просто само по себе, но при этом, ну, как бы совершенно адекватное проявление, да, и вот они очень часто обсуждаются. Ну, то есть, вот Данил упоминал, вот, например, как раз историю про антикафе, да, это, очевидно, ну, как бы, ну, по крайней мере для меня не очень правильная позиция, ну, и, я думаю, как бы адекватный человек, точнее, либеральный, с этим согласится, вот, потому что, ну, как бы, это то же самое, с чем люди борются, только наоборот, это, как бы, точно так же не прикольно. Ну, я бы там говорил. Ну, не, ну, как бы, я просто пытаюсь сказать, ну, стереотипы о том, что есть вот радикальный феминизм, вот, феминистки все ебануты, они вот там, типа, тут что-то делают такое, что-то делают сякое, ну, они есть, вот, но, как бы, я даже в некотором смысле согласен, что, как бы, в любом, опять же, как бы, повторяюсь, много этого слова и вообще, как бы, в любой какой-то ячейке, в плане ячейки общества, там, какой бы она ни была, к чему бы она вообще ни относилась, типа, в любой компании там, в любой партии. Какой-то социальной ячейке. В любой, да, социальной группе. Да, социальной группе, вот как это называется. Есть какое-то, ну, как бы, отклонение, причем в обе стороны, ну, И это, как бы, нормально. Вот, такие вещи действительно бывают, но это вообще по факту, как бы, если разбираться, не говорить ничего о движении как такового, что вообще тоже очень важно упомянуть. Да, но собирательный образ, как правило, больше всего сделать исходя из всяких негативных штук, и, как правило, эти вещи запоминаются сильнее, чем какой-то позитивный опыт. Ну, тут про твоя речь, да. Ну, вообще, я не очень согласен с Данилом. То есть, как бы, я не спорю с тем, что, как бы, негативная вещь запоминается лучше, чем позитивная. Это абсолютно очень правда, конечно же. Но! Тут, скорее, как мне кажется, дело в том, что в России, ну, как бы, вот такого серьезного, гремящего активизма, помимо, там, «пусирает» — нет. Ну, и то, «пусирает» — это… «Пусирает» — это был один прецедент. Да. Ну, это, типа, вот то, что все назовут, а потом, типа, ну, никому особо ничего в голову приходить не будет. Да. Вот. Поэтому, очевидно, как бы, во-первых, из-за этого следует две вещи. Во-первых, как бы, мы, как бы, понимаем, исходя из этого факта, что нам не на что смотреть позитивное в России. Ну, как бы, вот такое, что вот прям на поверхности, что можно вот прям, типа, вынырнуть, посмотреть. Вот. Вот. Поэтому, как бы, сравнивать не с чем раз. Во-вторых, как бы, все, соответственно, примеры какие-то, типа, берутся из-за рубежа. Вот. А вот там уже, да, естественно, типа, чем новость более гремящая, тем она больше привлекает внимание. А вот, типа, breaking news, они всегда ломающие в плане того, что они, ну, типа, так или иначе, ну, типа, негативные. Вот. Потому что именно вот такие заголовки, или там, как угодно их называть, цепляют. Поэтому, скорее... Никогда не будет громкой новостью то, что все у всех хорошо. Ну, типа того, да. Поэтому, скорее, дело не в том, что вот плохие новости запоминаются лучше, а с тем, что, ну, просто, опять же, типа, из-за того, что движение в России, ну, типа, только разбивается. Да. Да. Просто сравнивать не с чем. Ну, типа, come on. Просто ты не видишь хорошего, но это не видишь. Через годик раскрутился. Ну, типа того, да. Ну, надеюсь, что через годик, да. Через годик, а если бы. Но, тем не менее, понимаешь, все больше людей начинает интересоваться этим, а это хорошо, я считаю. То есть, ну, прогресс определенный налицо, вот, это прекрасно. В целом, да, я тоже говорила про это много раз, про то, что очень многие люди формируют стереотипы о феминизме как раз таки потому, что слышат громкие инфоповоды Запада. А инфоповоды как бы так и работают, они чаще всего это, инфоповодом становится то, что является так или иначе провокацией. Как, например, была история про Пуссера. Это очень провокационная история. Суперпровокационная. И она была абсолютно везде. Так же, как будет, если вот у нас недавно как раз на лекции, на практикуме была дискуссия про то, надо ли, имеет ли смысл проводить протестные акции. То есть, мы спорили то, насколько хорошо так поступать, вообще как создавать какие-то негативные коннотации, но при этом у нас есть инфоповод. То есть, мы попадем, допустим, мы провели акцию какую-то, попали во все новости абсолютно. Типа, дайте на первую полосу, блядь, сказал главный редактор. Про то, что там, не знаю, феминистки оседлали Ленина и свалили его бюст на землю, а потом танцевали на нем шаманские танцы. Ну или что-нибудь такое, очень не важно. Соответственно, ну какая-то провокационная вещь, да? Но при этом мы будем создавать еще больше стереотипов такими вещами. С одной стороны. С другой стороны, люди смотрят на такие вещи, потому что это доходит до самых непросвещенных даже, которые вообще не читают новости. Сарафан на радио работает и все такое прочее. Они узнают про то, что существует феминизм и что люди, ну то есть, не что он существует как явление, а что вот существует конкретная вот группа людей, которая подписывается под этим действием. И она за что-то, оказывается, борется. То есть, они совершают эту акцию во имя чего-то, во имя каких-то своих убеждений. И, возможно, кто-то этим заинтересуется. Данил, что с тобой не так? Возьми сигарету. Возьми сигарету, Данил. У тебя они есть. Их я тебе дала. Так вот. Ты понял. Вот. Тоже это неоднозначный вопрос. Все придерживаются здесь разных мнений, то насколько это легитимно делать такие вещи. Ну и, соответственно, как бы инфоповод всегда, в принципе, так и должен работать. Вот. И из-за этого это тоже является одним из таких главных источников создания стереотипов. И я считаю, что это может отпугивать людей. Потому что ты, мне кажется, не хочешь, не испытываешь доверие к группе, о которой ты знаешь только по таким громким новостям. То есть по негативным. Ну, это то, что я пытался сказать. Да. Вот. Собственно, продолжаю отвечать вообще на вопрос так-то. Ну, как бы, я вообще, честно говоря, не то чтобы могу понять, как отвечать на него дальше. Потому что, ну, как бы, не знаю, очень странно прозвучит, но, ну, типа, я не могу сказать, есть ли у меня стереотипы о феминизме или, типа, о феминизме как, типа, вот, скажем так, репрезентативной выборке движения, короче. Да, да, да. Скажем так, да. Вот. Ну, а насчет ожиданий, как бы, все очень банально. Я ожидаю, что все будет заебись. Вот. Поэтому я не знаю, как мне его дальше отвечать. Да. Ну, в общем, на самом деле, адекватная позиция здесь, как бы, если ты не знаешь, как относиться к феминизму, я считаю, что она такая, да, действительно, не относись. То есть, не формируй ожиданий и каких-то, и не делай никаких запросов человеку только потому, что ты думаешь, что он феминист, ну, или он является феминистом, слэш, феминисткой. Я тебе об этом и говорил, когда сказал, что теперь я жду просто пока человек сам забросит шар, чтобы дальше подхватить шар. Да. Потому что шар от германа. Да, и здесь история не в том, что ты будешь строить с ним, строить или не строить с человеком диалог на тему феминизма, а в том, что, я пытаюсь донести очень простую мысль, что феминизм занимается нужными важными вещами и нужно, если ты уж прямо не можешь понять и разделить их идеи, нужно хотя бы не мешать, хотя бы не способствовать формированию дополнительных стереотипов. И, ну, если, как бы, есть человек, который придерживается таких взглядов, то можно просто сказать ему, что он, в принципе, да, молодец. Красава брата. Да. Ты сестра. Красава. Да, кстати, о, вот, отлично, ты сказал слово сестра. Это нас переводит к следующей теме. Инсус. На самом деле, я не планировала, я не планировала сегодня это обсуждать, и очень зря. Это очень интересная штука. Про феминизм как секту в глазах общества. Я считаю, что это повсеместная история, когда люди видят вот эти вот все сестра-сестре, они начинают думать про то, что, дескать, что-что. Это же там 140 тысяч человек в паблике, они все чужие друг к другу люди, которые друг к другу не знают, почему они так друг к другу обращаются. Это вызывает какой-то, мне кажется, внутренний дискомфорт. Как раз такие формирования стереотипа происходят через это в том числе, что, дескать, вот это вот какое-то сообщество, которое поехавшее у нас, у русских людей, так заведено, не доверять нахуй никому вообще. То есть, у нас очень враждебная, мы растем так, что у нас очень враждебная среда, которая нас судит и осуждает, и так далее, и так далее. Вот. Про это хотел поговорить. Скажите мне, пожалуйста, есть ли такая штука, возникает ли отторжение какое-то, когда видите подобные вещи? Ну, давай сначала разберемся с тем, что такое секты вообще, и какие признаки секты можно выделить. Первое, это что такое? Наличие гуру какого-то. Да, это всегда... Я понимаю, я говорила про условные, то есть, с точки зрения рядового обывателя, который не понимает... Я могу рассказать только свою точку зрения, я не отвечаю за мужиков всех. Я понимаю, в этом и речь. А я не отвечаю за всех министок, я тоже с тобой говорю. Ну ладно, да, хуй с ними, со всеми. Не с вами, в смысле, с теми, кто не участвует в процессе, я никого не хотел оскорбить, никого не хотел обидеть, задеть, или как-то имплицитно или эксплицитно выразить свое недовольство и нежелание в этом участвовать. За мат извинишься или нет? За мат извиниться, да. Извиниться не трудно. Я хочу сказать, что я не воспринимаю министок как все, кто просто... И как вот какой-то такой вот прям сообщество... Ну, естественно, с моим опытом, если возвращаться к опыту моего попытки участвовать в этих сообществах, да, у меня это выглядит как закрытое сообщество, ну, определенные, грубо говоря, группы, если мы говорим про интернет, выглядит как закрытое сообщество, вход в который невозможен, если ты не маркируешься как свой, вот, что, в принципе, уже немножко отталкивает. Если говорить про жизнь, я вот никогда не видел, чтобы женщины с трудованным строем, с кучей значков, значит, ходили мимо меня и пиздили за то, что я мужчина. За мат извините его. Материться люблю пиздец. Вот. Поэтому нет, я никогда не маркирую это чем-то таким агрессивным, отталкивающим, пугающим своей монолитностью и похожей на какие-либо секты. Для меня, ну, может быть, если я вдруг вольно или невольно стану съездим в какой-либо процессе или митинга, мне это покажется чем-то странным, но я ко всем митингам отношусь с некоторой долей скепсиса, потому что это много людей, которые что-то кричат, единый порыв, единая нация, единый кулак. Меня это очень смущает всегда и всегда беспокоит. В принципе, вот. Я прям вижу, как ты на митинге какого-нибудь Навального ходишь и беспокоишься мимо. Очень беспокоенно прохожу. Я ехал, я ехал на такси митинг, и мне было беспокоено, да. Ну, потому что там пиздило было, извините за мат. Да, ну так не тебя же пиздили. Ну и что? Меня просто смущал сам факт того, что вот сталкиваются где какие-то неоформившиеся массы, которые пытаются переломить друг друга. Это меня всегда пугает. Примерно так и выглядит твой секс. Ты не очень толерантна. Я совершенно не толерантна, мне уже просто на самом деле очень весело, я хочу шутить. Да, я прошу прощения. Ну так вот. За несмешные шутки тоже извини. За несмешные шутки прошу прощения и за мат тоже извини. Чем я хуже, правда? Значит, ну смотри, по поводу, я думаю, то митингов и вообще... В чем смысл, собственно говоря, активизма и в чем смысл митингов, мы будем говорить как-нибудь в другой раз, это тоже очень обширная тема. У нас время же подходит к концу потихоньку. Николай, тебе есть что сказать по поводу вот таких вот вещей, как сестра-сестре, например? Не паблик сестра-сестре, а имеется ввиду просто принятое обращение или там, скажем, какие-то такие... О, вы говорите тут вообще друг другу как сестры, то есть, то есть, ты приходишь там на... Прости, просто вопрос на тебя. Да, мы друг за другую вещь это нашли. То есть, ты приходишь на сборище, ну, у сборища, как звучит, возможно, ну, это негативная окраска, но ты приходишь на какое-то собрание, говоришь там, здравствуйте, сестры, меня зовут Слава. Нет, у нас... Нет, так не происходит. Просто вообще принятое обращение, например, вот я хочу написать в министический паблик, любой, я обращусь к ним не как, скорее всего, не как, например, здравствуйте, друзья. Я обращусь как к подруге или я лично не использую это слово сестра, мне она тоже немножечко кажется каким-то странным, это чисто мои законы, у меня одна сестра, извините. Вот, я обращаюсь как к подруге, очень-очень часто принятое обращение девы, например, то есть, ну, вот так. Так это же просто принятые в сообществе формы общения, все, в этом нет ничего такого, это все равно, что сабдвач или алоха, братаны, вот. Мы же не считаем любых стримеров, фанатов стримеров чем-то сектантским, просто потому, что они обращают другу хай-ухай и с вами ивангай, и хоть такой хуйни, так что разделяйтесь. Это, кстати, как это называется, когда у видеоблогера есть свое обращение фирменное, ну, приветствую. Нет, это просто, как бы, вот, принятые в сообществе формулы. Вот, в это выяснилось какое-то специальное слово. Да. Я не к этому, это просто диаблогинг конкретно. А, окей. Вот, про, ну, я имею в виду, что, короче, на самом деле есть просто вот это вот комьюнити, да, которое очень, ну, действительно, достаточно сплоченное. Это хорошо в том смысле, что мы все, как бы, стараемся друг друга поддерживать, потому что мы все, ну, разделяем эти проблемы и отношения к этим проблемам. Это плохо с той стороны, что когда сообщество плотное, оно, как правило, закрыто, и оно с трудом принимает новых людей. Новых членов в себя, да. Да, которое, как бы... За шутку, извините. Господи. Да, как-то так, да, принимает в себя новых членов, и тем более, если этот человек, он не соответствует, опять же, их представлениям о том, каким должен быть член их конкретного сообщества. С этим это тоже конфликтная достаточно история. Вот, но комьюнити плотная, потому что я уже говорила про то, что феминизм в России это такая плохо оформившаяся вещь. Не в смысле, что, как Николай говорил, она молодая, а в смысле, что еще, как бы, плохо понятно, куда двигаться, что делать, ни у кого нет никакого единого плана. То, что я говорила в начале, что существует много ячеек, они все раздроблены, все занимаются разными вещами, никто не может объединиться. И поэтому все такие, а-а-а, типа, немножечко, как бы, паникуют. Вообще, феминизм сам по себе паникует, на мой взгляд. И... И к чему я это все вела? Я забыла. Я считаю, что на этой прекрасной ноте мы можем закончить, у нас ровно час. Окей, очень было приятно с вами пообщаться, ребят. Да взаимно. Сейчас еще пообщаемся. За кадром. Очень приятно было с вами поговорить и услышать, Данил, твою позицию, Николай, твою тоже. Данил. Да, я слушаю. Да, слушаю. Не греби, пожалуйста, включай. Будет хорошо, если вы попрощаетесь. А, до свидания, рад был вас... Говорить? Не знаю, как-то с вами повзаимодействовать, наверное, в такой форме. Угу. До свидания. До свидания, до свидания. Сейчас еще конкретно оговорюсь, буквально одна минута. В прошлом выпуске я очень хотела сказать про то, что очень хочется вести рубрику с ответами на вопросы. То есть какими-то... Ну, в общем, как-то взаимодействовать с аудиторией. Поэтому, если у вас возникли относительно данного выпуска или прошлого выпуска какие-то вопросы, может быть, оговорки, может быть, есть мнения, которые вы не разделяете, то очень большая просьба об этом все писать. Комментарии читаются, будут как-то... И, как бы, интересно оттуда будем обсуждать в выпусках. Вот. То есть это всегда очень классно, когда есть какой-то коннект. Вот. Буду рада, если у меня получится с вами его наладить. Вот. Всем большое спасибо. Это был подкаст Sandwich. Меня зовут Ярослава. У меня в гостях были Данил и Николай. Замечательные люди. Очень их люблю и вам советую. Вот. Хорошего дня, вечера, ночи и так далее, и так далее.